Доволен, кто-то недоволен, здесь разные есть фракции. И художественные руководители. Да. А как так получилось? Как получилось, что меня восстановили? Ну, как всем известно, значит, 8 октября я выиграл суд. Значит, потом они, министерство подало апелляцию, и апелляционный суд не принял их апелляцию. Из-за технических вопросов в их документации. Так я понял. А дальше уже некуда было деваться, и меня пришлось опять возвернуть на мою прежнюю должность. Так что, с сегодняшнего дня, значит, я уже официально директор Ирлеванского государственного академического округа театра имени Спиндиаряна. Спиндиаряна. Так что, рассказывайте, чем могу быть полезна. А какие новости? Какие новости? Новости. С вчерашнего на сегодняшний день это самая главная новость. Во-вторых, будем смотреть, как будем работать дальше. У меня же контракт до 3 августа. Так что, не очень много времени осталось. Посмотрим, что, значит, государство будет предлагать по этому поводу. А дальше будет все наша текущая работа. Нам надо, значит, делать наши спектакли, надо нам работать, надо нам наслаждаться музыкой и балетом, и операми, и делать наши новые премьеры. Вот готовим старые боги, Вача Шарапьяна. Так что здесь идет, пусть, своя текучка и своя работа. Будем планировать что-то. Я надеюсь, что планы мы сможем осуществить, значит, если я буду здесь достаточно долго находиться, потому что планы делаются... К великому сожалению, те планы, которые были сделаны, уже почти подписаны, уже к апрелю прошлого года, все пришлось аннулировать. И все наши гастрольные планы, которые мы должны были поехать в Катар, и по Афрейму, и обратно в Дубай, и все такое, все пришлось из-за поступков и у министра культуры. Вы все знаете ее фамилию, значит, ее поступка, мы должны были все это отменить, отложить. А почему, почему отменить отложить? Потому что директор должен брать на себя ответственность. Я уже проходил однажды, когда я подписывал на нашу поездку в Дубай, и прежнее правительство обязалось заплатить одну часть авиабилетов, а нынешнее правительство сказали о том, что они не заплатят ни одной копейки на эти авиабилеты. И когда я сказал, что, а что мне делать, отменять гастроли, она говорит, нам все равно, вы делайте, что хотите. И это когда я ей сказал, что я говорю, все-таки хорошо быть женщиной. Она говорит, что значит хорошо быть женщиной? Я говорю, всегда можете поменять фамилию. Я говорю, махай фамилию Оргеляна, я уже подписался как Оргеляна, я говорю, эти обязательства на себя. И вот мы и поехали, и блестяще пришли наши гастроли в Дубае, в Кубейте, открытие опельного зала, опельного театра нового. И потом наш Манон, спектакль, который о государстве не имело никакого отношения к этому, ко всему. Потом Чиполлино, который тоже я купил из Большого театра, государство не имело никакого отношения к этому. Так что здесь в этом отношении очень, как бы, они дали понять свою позицию по поводу театра, к великому сожалению. А сегодня какая позиция у них? Вот я сегодня-завтра буду встречаться с министром, и я узнаю, какая у них позиция, потому что я, как бы, как назначен, как бы, вот сегодня, вчера, сегодня. Так что пойду поговорю, как у них позиция, потому что пока что деньги на крышу они не выдают. А опель на спектакли вообще не дают? Ничего, ни копейки? Нет, сейчас она Большая Шарафьяна, я объяснял последний раз, когда у нас была, что мы получили из министерства грант на новый балет Большая Шарафьяна, старые эпохи, древние эпохи. Так что это будет... Первый раз? Да, последний раз мы получали частично деньги от министерства на маскарад. И как Вилен Шамамонович везде говорил о том, что если бы не Орбелян, спектакля бы не было. Так что мне пришлось лично позаботиться об этом, так что в этом отношении... То есть в эти четыре года мы не получили деньги на... Нет. И к знаниям мы не получаем деньги на поддержку театра, на поддержку всего того, что происходит здесь. Ну, в конце концов, крыша и здание исторического значения, там они на шедевр, который надо полить или леять, его надо приводить в порядок и надо делать. Проблемы есть. Крыша, кондишн, который все мы знаем, что общий у нас кондишн и в филармоническом зале, и здесь. В Шелентном совершенно невозможно не работать, не сидеть, не слушать концерты, потому что адская жара. И это просто невозможно. Так что вот эти есть критические вещи, которые надо было бы сделать, чтобы можно было и функционировать хорошо, и слушателям Шакубана, чтобы было бы комфортно и удобно. А так просто будем ждать. А сколько денег нужно? Извините. Я знаю, что 85 миллионов нужно на крышу драма, то есть это не какая-то сверхъестественная сумма. Это, кстати, смета Минкульта. Это Минкультарская смета, которую они делают со своими подрядчиками, или как у них там есть специальные организации, которые сметы делают. Так что тем дольше мы ждем, тем дороже это будет, потому что там гниет и течет. Так что свет, значит, тоже софиты. В прошлом сезоне, когда еще был у нас Аршельбанк, мы потратили от Аршельбанка, не знаю, там 40 тысяч евро на световое оборудование, на софиты, на починку, на кончистку. Не знаю, там вся эта профилактика, которая есть, сейчас как бы не дают. И будем ждать, что кто будет давать. Мастер, скажите, пожалуйста, в прошлом году на Государственные дни провели несколько крупных поп-рок и так далее, легкой музыки, фестивалей, которые, в общем-то, не очень были популярны в городе. То есть полупустые залы, билеты раздавали даром и так далее, чтобы хоть как-то наполнить зал. А нельзя ли на этом, грубо говоря, сыграть и попытаться у правительства Министерства культуры взять деньги на какой-нибудь оперный фестиваль или какой-то Гала-вечер, что-то такое, крупное мероприятие? Потому что все вот эти рок-фестивали, они заявлялись как мероприятия, которые привлекут сюда массу туристов, развитие туризма и так далее. Может быть, мы это, если рок у нас не получился, может быть, с помощью оперы, это мы будем делать? Ну, я знаю, когда я делал вот первый оперный фестиваль, Реван Оперофест, мы делали в 17-м году, в апреле месяце. Были полные залы, я смог пригласить, с нами виду Барбару Фрид, в легкие горницы приехал. Асми Григоряна была, концерт был памяти Гагама Григоряна, то есть фестиваль. Я обязательно хотел это сделать и в 19-м году тоже, но не получилось. И, может быть, я успею, может быть, даже в этом году сделать, потому что мне очень хотелось вот эту традицию уже как бы влить в то, чтобы это было. Потому что Гагам эпохальная фигура, его начат юбилей в следующем сезоне. И мы собираемся делать... В каком году? В 20-м или 21-м? В 20-м или 21-м? В 21-м, да, в следующем году. Так что, сейчас я недавно встречался опять в «Метве» с Хасами Григоряна. Кстати, у нее сегодня премьера игрока в «Вильмисе». Так что у нее блестящая карьера развивается, и я очень-очень рад за нее. Какие у вас планы, если бы Сара продолжать работу после 3-го года? Такие планы самые разнообразные. Потому что нам, как воздух, нужны балетные спектакли. Сейчас у нас, ну, как бы идет Хрусталь, у нас что-то, Чиполлино, да, которые, ну, новые сейчас у нас будет вот это. Обязательно нам нужно иметь шутенчиков. Обязательно нам нужно иметь «Лебединое озеро». Классика нам обязательно нужна как хрестоматия для нашего балета. Это как, ну, я не знаю, утром пианист встает и играет гамой. Ну, или этюды черни. Ну, есть какие-то вещи, которые обязательно нужно делать для того, чтобы потом сыграть все, что угодно. Потому что все остальное легко. Мне очень хотелось бы Мансурияна «Снежную королеву» опять поставить. Ну, музыка чудесная, все это красиво, это все было. Почему это все исчезло и слело и куда-то пропало, это для меня все равно загадка какая-то. Потому что не может все сразу исчезнуть. И чтобы осталось у нас в театре 5-6 спектаклей, которые как бы у нас идут. Так что в этом отношении будем думать. Я вот завтра буду встречаться с Сараевом, с Маляном. И мы будем обсуждать наше будущее. Мастер, еще вопросы вы сказали по поводу, что классические... Вот я сегодня зашел к оркестру, у них там свой вопрос один. Значит, и мы разговаривали. Так что знают они, что я вернулся. Так что посмотрим, как все дальше. Мастер, кто ждал, кто ждал, кто-то не ждал. Так что это... И тем больше ждут, тем больше расшатываются именно те уже устои, которые я успел немножко привести в порядок. Так что сейчас придется много работать. Все-таки режим ожидания продолжается. Нет, сейчас я сегодня уже начинаю полнокровно себя отдавать этому театру. А после реберут? Посмотрим. Вот я тоже должен с ними начинать опять встречаться. И на каких условиях? Все на каких условиях. Потому что кто-то будет подписываться на то, что будет через год идти опера «Ануш», а значит, кто-то другой придет и всех снимет опять. Значит, так что здесь нужна какая-то стабильность. Когда есть контракт... Ну, конечно, нет, вообще просто есть, когда у человека контракт определенное количество времени, этот контракт должен соблюдать. Все, конечно. У вас какой контракт сейчас? Нет, у меня мой контракт не вернули на мой, до 3 августа. Это контракт... Куда же... Не, директор. Да, да. То, что с 17-м году 3 августа и до 3 августа 20-го. Ай, сиинка, статусуеме, грытэ, мек, ду-ка, байкаре цик, айс-пес азастон-орей-ни, т... Вера дарна лу хамара. Здесь у меня цели шаткит жаманак, потому что мы че в Оголстос, иначе ли не люди ранец этого. Посмотрим, если они будут продлевать, и посмотрим, если не будут продлевать. А вы уже следите, художественный проводитель? Я. Я уже себя назначаю художественным проводителем. Почему? Директор назначает... После 3 августа и продолжаете, если будете продолжать, и как директор, и как художественный проводитель? Да, уже директор назначает художественный проводитель. А если не директор, значит, как художественный проводитель? Тогда если я договорюсь с директором, я могу остаться. Смотря кто будет директор. Потому что каждый директор имеет свое видение. Так что, нет, это достаточно интересно. А какое назначение? Это же не прямо у третьего у вас кончается срок, и прямо у третьего назначают директора? Нет, должны конкурсы были идти тогда в том случае. И когда это конкурсы? За месяц. Да. Какой закон подменяли? Да. Какой закон подменяли? Какой закон подменяли? Три года. Три года. Для меня все это интересно, что именно сейчас это получилось. Мы должны были встретиться с вами завтра, после вашей встречи с Архангельем. Так что еще будет встреча после этого. Так что посмотрим, что завтра он мне скажет и какие у них принципы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова